Всем привет, уважаемые дамы и господа! Мы с вами на канале Печи Камины и сегодня в продолжении наших роликов мы расскажем вам и об еще одном в банно-печном экспонате это печка на три помещения от компании Пашпечи Давайте смотреть, что это за печь и что она может Значит, печка представляет собой трубу на которой наварена определенная конструкция выполнена печь из толстостенного металла боковые стенки топки выполнены из 5-мм отбойник все, что находится внутри та часть, которая принимает на себя основной жар она выполнена из 8-мм стали также наша печка оборудована дополнительным баком который будет находиться у нас в помывочном помещении он, соответственно, выполнен из нержавейки толщиной в 1 мм либо он может быть выполнен но из черновой стали но из черновой стали, сами понимаете мы не особое дело рекомендуем бак оборудован вот такими вот петлями прошлая печка, паровоз, про которую мы вам рассказывали она была выполнена немножко так скажем в простом исполнение здесь ребята из Уфы все дело доработали то есть поставили уже петли которые хотя бы похожи на петли такая конструкция, которая достаточно плавно закрывается но то, про что мы с вами говорили то есть ручка для открытия бака ее как не было, так и нет в данной печке бак просто ставится на печь вот он идет а затем вот эти петли уже загибаются здесь и бак достаточно плотно держится то есть вот сюда вот заходит петля бак на 75 литров в данной модификации в паровозе кстати был на 100 литров но там и бак был помассивнее что касается самой печи то выполнена она в таком винтажном стиле сейчас бачок уберем ну и идет нарезка металла то есть достаточно красиво все будет выглядеть как со стороны помещения в котором вы будете осуществлять растопку печи так и со стороны помещения где вы будете париться вот такая вот резная картинка идет то есть она позволяет нам получать ну некую антуражность данной печки выполнена она вот мы так думаем что в башкирских мотивах потому что там производитель город Уфа печка имеет достаточно большую емкость каменку которая заполняется это порядка 70-80 килограмм камней входит у нее печка также оборудована стартовым элементом трубы стартовый элемент трубы мы вам сейчас покажем то есть это вот труба 133 диаметра также выполнена из черновой стали на что интересно производитель позаботился и поставил сразу сюда шибер отбойничек то есть вот такая вещь которую мы можем перекрывать тягу и наша печка будет гораздо меньше потреблять с обратной стороны печи если мы посмотрим то что у нас будет находиться непосредственно в парном помещении есть вот такая вот заглушка то есть мы ее можем отвинтить и осуществить ревизию то есть чистку нашей печки когда у нас домоход засорится без проблем то есть все достаточно интересно надежно вот одно из первых таких решений которые мы увидели на печке интересных конструкционных дальше здесь у нас пойдет несущая стена то есть которую поставят и вот эта часть у которой я сейчас нахожусь она будет находиться непосредственно в промывочном помещении часть с камнями с дымоходом будет находиться уже непосредственно в помещении парильном все это сделано с определенной толщиной то есть будет не проблема положить и там скажем кирпич ну кирпич в большей степени блоки здесь уже будут немножко неуместны потому как они будут упирать и бачок просто поставить так просто не удастся так заглянем вовнутрь топки сейчас мы вам покажем все это сделаем здесь такая вот ручка достаточно удобная которая позволяет открывать также петли вот петли уже простенько но надежно со вкусом в принципе сделаны несмотря на то что сама печка выполнена из листового металла и мы ожидали что это будет наподобие того же паровоза но вот на двери есть такой еще фартук в карман который осуществляет у нас конвекцию не дает дверке с этой стороны прямо таки серьезно нагреваться естественно она будет горячая но эта дополнительная конструкция позволяет минимизировать нагрев самой дверки здесь вот механизм который входит сейчас я поверну покажу вам то есть все сделано просто но закрывается удобно надежно и так внутрянка у нас идет колосниковая решетка колосниковая решетка металлическая вот она сделана так достаточно просто вот но накрывает она только первую часть удивительно почему производитель не сделал ее посередине ну скорее всего это связано с какими-то наверное конструкционными решениями и удобство для того чтобы удобно достаточно подавать кислород сюда в первую зону поскольку там все дальше будет уже в зале печка повторюсь выполнена из трубы вот сейчас можно вовнутрь туда посмотреть а мы померяем какие же поляна залезут в эту печку печка это для любителей больших дров кто не любит экономить есть посмотрите 75 сантиметров то есть практически любые дрова поляна печка отапливает 24 куба так что можно еще сказать то есть если заглянуть вовнутрь то там на дальней стенке у нас есть карман вырез сейчас попробую рулеткой его показать если будет видно то есть вот сюда вот уходит дымовые газы эта вся часть прогревается тем самым нагревая камни нагревая бак который у нас с этой стороны находится зольный ящик вот такой короткий мы его сейчас тоже покажем то есть это грубо говоря обычно стандартная труба вот зольный ящик можно было сделать наверное немножко подлиннее потому что все таки будет высыпаться будет просыпаться немножко неудобно ревизию будет делать в целом то в принципе все неплохо интересно такие печки весьма популярны сейчас стали не первый клиент который у нас заказывает печку на три помещения потому как в условиях так скажем сельской жизни это является необходимым предметом обихода вот хочется вложиться в меньшие деньги при этом так скажем получив полноценный отопительный прибор еще и на три помещения компания башпечь Уфа выполнила такого формата заказ вышел на рынок вы можете посмотреть на официальном сайте что производит эта компания нас порадовало качество данного прибора хоть он и достаточно много весит весит печка порядка 150 килограмм массивная большая но так скажем умеющая отопить достаточно большие помещения на сегодня это все по данной печке ждите новых видео постараемся снять еще что-то интересное потому что времени на все к сожалению не хватает ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока с вами был заставьте лайк субтитры заставьте лайк субтитры